Гражданин Азербайджана спас более 100 человек во время теракта в Крокусе. Официант Киамиль Насибов помогал донести пострадавших и раненых к машинам скорой помощи. Как рассказал Шот, Киамиль Насибов вместе с другом в день трагедии подрабатывал в Крокусе официантом. Смена закончилась около 19.55. Когда они вышли на улицу, то услышали громкие хлопки. Киамиль с другом решили вернуться к месту теракта. В здании Киамиль выламывал двери и указывал людям, куда бежать. Когда все было в дыму, в одном из коридоров на нижнем этаже увидел группу людей, около 80 человек, и помог им выбраться. Пока бежал в поисках людей, наткнулся на смартфон на полу с включенным фонариком, подхватил его, чтобы освещать дорогу. Телефон зазвонил, было написано имя Камилла. В трубку громко кричала девушка и просила ее спасти. Киамиль, который в тот момент был рядом с сотрудниками МЧС, передал информацию. К счастью, девушку удалось спасти. Позже Киамиль через спасателей передал Камилле ее телефон. Пробегая, я увидел, телефон лежит со светом. Я на автомате его взял, 2-3 метра пробежался и видел, что звонок идет на него от человека по имени Камилла. Я беру телефон, и там девушка сразу сходу начинает говорить, помогите, вот такое-то, такое-то. Я говорю, стой, 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 стой. Ты где? Ты как-то туда попала, ты можешь просто сказать. Она говорит, я поднялась на второй этаж, в сторону балконов, но как услышала крики, повезла в сторону туалета и упала в какой-то квадрат. Вот максимально она, что она может говорить. Говорит, пул какой-то стоит. Мы ищем по выключенным этим, ну там очень много аппаратур вставать, везде хотели найти хоть какой-то зарядный. В данный момент, это единственный, как мы понимаем, что живой человек, который прям уже, и она кричит по телефону, ужасно кричала, что над ней горит, на нее это уголь и пепл падает. В втором этаже мы ее на втором этаже искали. Прям уже когда все горит, третий этаж, невозможно подняться, то есть третий этаж уже полностью, как я помню, обрушился. Там открыли несколько входов, но это пожарные лестницы, как я понял. Там было очень много тел, академию вытащили ее к входу. На втором уже вот этот боец-пецназа сказал, что потому что меня шатало. То есть уже решать было нечем, я просто как падал с одной ноги на другое, вот так шел. Он сказал, что ты уже выходи, то есть у них у всех маски, я один без маски, и на меня горячая вода просто. Я в одной майке, в одной футболке был, которая мне дала. И я ему сказал, что ты меня выведи, потому что мы там уже оцеплены. Мы отцепешили вот эти люди, так вот ты меня выведи. Он меня вывел, подошел, сказал, что все, девушку нашли, тогда я прогнулся, и он упал.